Начать придётся с вещей, вроде бы совершенно отвлечённых, никак вроде бы не следанных с Казантиком. Для того, чтобы понять некоторые вещи про Казантик, надо хотеть примерно понимать, как устроена вообще наша планета. Планету нужно себе представить как гигантский каменный шар. Если внутренняя зона этого шара испытывает такое давление, там такие температуры, то вещество будет находиться в расслабленном состоянии. В мантии, совсем в серединке плотное ядро. Нам это сейчас пока не интересно. Важно, как называется тоненький слой остывшего вещества на поверхности. Кора земного шара имеет два разных типа строения. Первый вариант – материковая кора. Материковая кора состоит, по своему строению она больше всего похожа на сэндвич. Сэндвич – закрытый бутерброд. Снизу кусок хлеба, потом начинка и сверху кусок хлеба. У материковой коры с верхним и нижним слоем будут два слоя базальта. А между ними лежит слой гранит. Материковая кора. Океаническая кора. Отличается. Здесь нет вот этого слоя. А значит, толщина какой коры больше? Материковая. Материковая. Материковая, добудистая, то мантия существенно сложнее, чем на дне океана. Ну, это такая небольшая справочка. Зачем это важно? А важно для обисследования вот этой границы. Материк – океан. Если мы посмотрим, что там. Вот у нас материк. Вот у нас какие-то горы, долины, леса. Опа. А вот это уже ложе океана. В современном мире океан стоит вот так. Обратите внимание. Океан залью. Часть территории свалил уже или залью участок материка. Как, кто знает, как называется вот эта часть океанического дна? Чаечный шельф. Именно так. Тут не океанический, а материковый. Шельф. Шельф, на самом деле, это часть материка. Вот это у нас идет океанический обрыв. Какие глубины на шельфах? Ну, океан сейчас стоит на отметке примерно плюс 170 метров. Мы немножко с вами разберемся, почему уровень океана временами только нижается на планете, только выше. А в результате глубины на шельфах никогда не бывают больше 200 метров. Здесь все очень мелко. 200 метров для вас, понятно, это кажется очень большой величиной. Но вот здесь какая глубина? 100 метров или десятки километров? Нет, десятки километров, конечно, нет. Средняя глубина океана немножко больше 3 километров. Вот мы океаном и океаном. За ним километровая глубина. Над ним мелководная шельфа. А теперь самый важный вопрос. Зачем мы с этим будем? Скажите, а откуда берется вся еда на нашей планете? Не только для нас, но и для всех остальных живых существ. Универсальная. Этого можете мне не объяснить. Вопрос. А откуда она в универсанку подает? Из огорода. Из огорода. Ага, из огорода. Хороший ответ. Не совсем плохой. На самом деле. Рыба из огорода. Ага. То есть на огороде у вас растет говядина. Походите к грядке и там или свиной округ растет на огороде. Нет, ну и животные другие. Животные живут ответы. А как-то интересно, животные умудряются построить свои тела. Из чего? Из какого материала? Из воды? Из клеток. Отличный ответ, да? Такие из клеток. Должен вас разочаровать. Любая клетка построена из белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот и так далее по списку. Вопрос. Откуда животные берут стройматериал? Берут стройматериал. Ого, отлично. То есть модель биосферы у вас классная. Берем комнату, забираем там, я не знаю, волка и зайца. В результате волк ест зайца, зайц ест волка. И так будет ваша биосфера, которая будет тысячелетиями существовать. Так будет ли? Животные растители будут действовать. Волк, в том-то и дело. Тела животных не умеют сами синтезировать вот эти вещества из неорганических веществ. Вся наша планета, все тело планеты, стоит из неорганических веществ. Грубо говоря, их запас можно считать бесконечным. Но тела тех существ, которые называются животные, не умеют синтезировать из неорганики нужные вещества. А кто умеет? Растения. Растения. Как и бактерии, вы абсолютно правы. Причем первое, это, конечно, первое место на бактерии считает. Растения, как это ни странно, на втором месте будет. Как называется известный вам процесс создания органики из неорганики? Потосинтез. Ну, на самом деле, есть еще химосинтез, но это более черявая штука, о нем отдельно. Итак, за счет фотосинтеза, растения внутри, взятия из окружающей среды, углекислый газ, ботум, минеральная соль. И, используя их, синтезировать любой вариант органики. Совершенно любые. Как им это удается? Дело в том, что все интереакции идут только с затратой энергии. Модель очень простая. Я решил сварить борщ. Взял кастрюлю, наил воды, покрошил туда картошку, лук, свеклу, морковку, горох. Бросил там несколько кусков мяса на мозговые кости. Заправил отдело перцем. Ну, то есть, вот такой серьезный. Помидорчик нарезал. Все нарезал. И оставил просто стоять на столе. Жду, когда у меня борщ приготовится. Борщ приготовится? Нет. Нет, не приготовится. А после того, чтобы получить нужную композицию веществ, что надо с ним сделать? Варить. Нагрить. Что надо? Потому что те процессы, которые приведут к появлению борща, нуждаются в источнике энергии. Классно. Построение органики из неорганики нуждаются в источнике энергии. Вопрос. Откуда растения берут энергию, а мы не можем ее взять? Солнечный свет. Это энергия солнечного света. Я, по-моему, приводил вам такой пример. Вот вы видите съемки НКС, Международной космической станции. Из нее как в сторону торчат какие-то здоровые опысти. Солнечная батарея. Солнечная батарея. Задачка солнечная батарея какая? Вопрос. Преобразует энергию света во что? В электроэнергию. В электроэнергию. На самом деле, кто такие растения? Здесь сложнее, но неважно. Это живые приоритеты, которые отрастили себе солнечные батареи. Только солнечная батарея преобразует энергию света не в электрический ток, а в энергию молекулярных связей, которые можно использовать для синтеза этих вещей. Растения могут строить пищу только если есть свет. Почему это нам важно в этой нашей лице? А вот почему. Скажите, пожалуйста, какая среда более проницаемая для света? Вода или волк? Вода. Ага. Какая толщина атмосферы у нас в земной шаре? 50. Ну хорошо, я лечу вверх. Сначала я лечу сквозь воздух, сквозь атмосферу. Потом воздух все более и более разреженный, все более и более разреженный. Ну и что, так и будет до следующей звезды. Я лечу безвоздушное пространство. Все, точка атмосферы кончилась. Какая глубина атмосферы? Ну там порядка 50 километров. Дальше уже слои идут настолько разреженные. Дальше атмосфера, конечно, есть. Ну дальше ионная сфера там и так далее. Это же очень разреженная сфера. Там ионы на гигантском расстоянии друг от друга. Хорошо. У нас есть атмосфера. Когда МКС летает вокруг планеты, она летает на расстоянии существенно больше. Понятно, что не 50 километров. Хорошо. А вибриды, когда они фотографии, сделаны с орбиты. То есть я взял, выпущу на орбиты фотоаппарат и снимаю. Свет, для того, чтобы сделать этот снимок, прошел сквозь всю атмосферу. Это понятно? Сквозь всю толщу. Значит, на десяток километров, на сотни километров, сквозь атмосферу, свет может пройти? Да. Или второй пример. Вы где-то в степи смотрите на горы, где-то у вас там на горизонте высокие-высокие горы. На самом деле до этой горы сколько может быть? Какое расстояние? Километры, километры. Десятки километров. Высокие горы, видны на очень большие расстояния. Но вы видите, значит, свет, отразившийся от горы, дошел до высшего класса. 20-30-50 километров – не преграда для света. Теперь вопрос. А на какую глубину может пройти свет в воде? 50 километров. А, да. Размечтаю. Да, ну, пошел, а девочек плохо видно. Ребята, кто-нибудь из вас с маской нырял когда-нибудь? Да. Поднимаете руки, кто нырял? Просто с маской и трубкой? А, ну, с маской и трубкой. Еще лучше трубка. Без трубки легко наклебаться. Ну и скажите, на какое расстояние видно под водой? Там будет совсем маленький. А вы говорите про километр. Если там будет прозрачное, то больше. Кстати, а какое море на нашей планете все равно прожает? Сам прозрачное? Менее соленое. Нет, соленое. Ребята, оттуда берется мить с морем? В любом море. Мертвая сама прозрачная песка. А песок откуда? Слегу со дна. Либо со дна, либо со дна, либо от берега. Согласны? Да. Согласны. Такое море на нашей планете не имеет берегов. Море есть и берегов нет. Саргасово море. Саргасово море. Саргасово море называется участок Аплантики, который окружен течением. На самом деле, это такой водоворот здоровый. Там очень много тинов принесут в Саргасово море. Там, в верхних слоях, прозрачность невысокая из-за того, что там очень много живых организмов. А чуть поглубже, если берегов у моря нет, то какая прозрачность воды? Высокая. Исключительно высокая. Так вот, даже в Саргасово море прозрачность при замерении не превышает 50 метров. Кстати, как меряется прозрачность? Элементарный вопрос. Берем белый эмулированный диск метрового диаметра, то есть вот такой тарелок. Так, привязываем груз. И один матросик бросает этот диск за борт на веревке. А второй матросик стоит рядышком и на него смотрит. А на веревке отмечены метровые промежутки. Значит, первый матросик опускает, а второй говорит вижу, 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 не вижу. Так? Вот когда он перестал видеть. Можно разобраться, на какой глубине он перестал видеть метровый белый диск. Вообще да, там. Вот тогда и будет коэффициент, который включен, вычислятся коэффициентом, который соотносится с прозрачностью вода. Сравните, десятки километров и пятьдесят метров. Понятно, что вода во много раз менее прозрачная среда для света. Почему это важно? Вот он океан, схема его строения. Какие его участки реально плотно заселены, а где в океане пустыне? Кубические километры безжизненные среды. Совсем безжизненные? Ну, где глубоко? Ну, во-первых, первая пленка жизни на пятьдесят метров вот здесь. На пятьдесят метров все это проходит? Да. Растения фотосинтез вести могут? Да. А если они будут фотосинтез, они строят органику? Да. Это органик экспертации можно? Да. Итак, в верхние десять метров океана заселены, но вниз еще три километра. Вот здесь где-нибудь, вот в этой точке, еда есть. Да. Асюда. Что плавится? Тихо. И стоященько отвезы. Мертвые организмы есть. Отлично. Отлично. Те, кто живет здесь, рано или поздно умирают. Куда деваются? Падают на дно. Вот этот непрекращающийся дождь, который все время идет в эфире, его иногда называют мозгой снег, падающий органический остаток. В результате, кроме верхней полосы жизни, где будет еще одна полоса жизни? На середине. На дне. А, и на дне. А с ней есть еще места, где бахты и бахты. Да, но это отдельные острова, это вещи. Какое-то все имеет отношение к Крыму. Представляете себе географию Крымского города? Да. Где? А, это вот сейчас Крымский? Да, вот сейчас Крымский. Похоже. Это Украина, вот на верху, выше. Вопрос, вот это что? Вот это Азовское море. Азовское море, отлично. Вот здесь, что я сейчас вижу? Россия. Кавказ. Кавказ, Кавказский город. Это понятно? Итак, Азовское море, Черное море, Крым, Терченский остров. Вот это наши с вами Минск-Казанкирцы, да? А вот это вот Симаши, озера, соленые горькие озера, которые отмельные осами острова, отделяют часть Азовского моря вот здесь вот, в этом месте. Место очень интересное, но не о нем речь. Речь идет о том, что настоящее море, это Черное море, но Черного моря вот здесь. Черное море, это остаток древнего океана Тейдеса. И в нем действительно километровые глубины, все как у больших. А Азовское море, это вообще недоразумение. Это никакое не море, это просто небольшая долина, то есть слегка в этом месте промятая земная кара. То есть все Азовское море вот здесь. Самая большая глубина, чуть больше 30 метров, ничего глубже в Азовском море просто нет. Поэтому периодически Азовское море просто исчезает. То есть? Как он смысл? Натурально исчезает. На месте Азовского моря остается огромная, плоская, низкая долина, посередине которой с дикой скоростью пилят здоровый поток дом. Так? Ну, потому что дом сейчас впадает вот здесь, в Азовское море. А когда Азовское море исчезло, то он вот так вот, прямо туда, в Керченский залив. Разберемся, как это было. Когда в последний раз, когда в Керченском море так было? В последний раз так было, во время последнего максимума оледенения. Про ледниковые периоды слышали? Да. Ага, отлично. Итак, представляете, я мартабельство. Во время последнего ледникового максимума, ледничок стоял от Британии до Урала, это западный восток, и от скандинавского полуострова до среднего течения Днепра и Днепра. То есть мы получаем территорию на 3 тысячи километров в западный восток и на пару тысяч километров в северной площадь территории, считайте, 3 тысячи километров на 2 тысячи километров. 6 чего? Миллионов. 6 миллионов чего? Чего? Квадратных километров. Отлично. Толщина материковых ледников меряется, ну, допустим, какой толщины антарктический ледник. 4 километра. Ну, средняя 3 километра, но бывает 4 километра. Какой толщины гренландский ледник? Около километра. А какой толщины плавучие льды на северном полюсе? Максимум 10 метров. Плавучие льды толще неба Бр. Материковые запросто, плавучие никогда. Вот эти гигантские айсберги, о которых, допустим, там в свое время рождался Титаник. Откуда они берутся в океане? А это осколки материковых ледников, которые просто откололись от материковых щитов ледяных и упали в океан. Плавучий лед толщи 10 метров не бывает. Можно объяснить, во время последнего ледникового периода у нас стоял ледничок площадью 6 миллионов квадратных километров и толщиной, допустим, километра. Посчитайте объем леда, который был заключен за ледник. 6 кубических километров. А теперь на секунду представьте себя кубический километр. Кубик с грани в километр. Представьте себя. А их 6 миллионов. Вопрос, откуда взяли столько воды? Из океана. Из океана, конечно. Если бы из океана отняли 6 миллионов кубических километров, что с уровнем стояния океана? На 3 метра снизу. А какие-то визит на площадке всех океанов? Можно почитать, если вы поедете? Можно, можно. Только учтите, что одновременно с нашим европейским ледником в Северной Америке стоял американский ледник, площадь которого было еще пару раз больше. То есть из океана было вынуто порядка 20 миллионов кубических километров воды. И это даже для океана серьезно. Уровень стояния мирового океана во время последнего ледникового максимума упал почти на 100 метров. То есть как выглядело побережье Европы, допустим. Какая глубина пролива, отделяющего Великобританию от Франции? Падо колен, так и на сцену. Какую глубину имеется? 40 метров. А его не было тогда? Конечно. Был ли британский архипелаг? Во время последнего ледника не было. Я не был в части Европы. Великобритания, если бы тогда кто-нибудь летел на Смоленск, чтобы он увидел. Он увидел такую холмистую страну. Дальше, на востоке, лежит широкая низкая долина, которая отделяет территорию современной Франции. Примерно минус 13 тысяч лет назад. А, понятно. То есть где-то 11 тысячелетие до нашей жизни. Кстати, глубина пролива, отделяющего Америку от Азии, глубина Берингового пролива. Мы еще молоколодные, 25 метров. То есть тогда Америка и Азия были едины? Едины целые. Причем там был не маленький какой-то тоненький переход. На месте Берингового моря была широченная такая плоская ровно шириной почти тысячу километров. Берингия. А с какого перепугу люди туда вошли? Ради интереса? Ради интереса? Не, ребята, очень просто. Дело в том, что вот эти углополярные районы в ледниковый период были занятыми пундрами, как сейчас. А другими растительными сообществами, так называемыми мамонтовыми или холодными степями. В отличие от пундры, где основа растительности это муси и лишайники, в холодных степях основа это злаки и асоки. Муси и лишайники дают вот такой покров, а злаки и асоки вот такой покров. Где лучше пастись в травоядном? В пундре или в холодных степях? Это идеальное пастбище. Поэтому на все эти пространства, молниеносные из Азии, думали крупные травоядные. В частности, звери, которых вы считаете типичными американскими зверями, безумны. На самом деле безумны это бытие азиатского происхождения, произвольное как раз в Азии. И через Берингею ушли в Америку. А в Азии на бизонах были свои опублики? Да. Правильно. Хорошо. Добыча собралась и двинула куда-то. Что сделала такой пищеварный на бизонах? За добычей. И карты генетического анализа показывают, что предки американских индейцев, которые в свое время прошли в Америку и в Беринге, как вы думаете, максимально родственны каким народам? Азия большая. Азия большая. Чуть-чуть можете. Причем очень характерное место. Тайцы. Что? Алтайцы. Алтайцы. Жителям района чуть западнее Байкала. Вообще при Байкале в свое время варился настоящий этнический котел. Именно там создавались очень многие этнические варианты человека современного типа. Хорошо. А что было с Азовским морем во время последнего ледника? Да не было его, оно там 30 метров на максимуме, а океан упал на 100 метров. Здесь была широкая низкая долина. Рыба, то есть не было как полуострова вообще? Конечно. Но вот здесь глубины очень быстро нарастают до километров. Вот эта береговая линия почти не менялась. Это которая? Луж, Белда? Да, да, да. Так называемый Южный берег. А вот эта, здесь просто не было никакого моря. То есть на самом деле береговая линия шла вот так. Вот она, желтая. А здесь была несколько долина. Пару слов про окружающую море. И вот теперь также устроен сам остров Крым. Дело в том, что снизу под корой находится мантия и самый верхний слой, слой расплавленных базальтов, астеносферы. Это очень динамичный слой, где есть восходящие потоки магма, нисходящие, циркулярные, там еще огненный океан. И если вытекает сильный восходящий поток магма, что он делает с корой в этом месте? То есть выгибает. Выгибает и продавливает. Отлично. Смотрим на формирование Крыма. Вот этот карту пока оставим. Делаем вот такой разрез. Вот так. Знаете, север на юг пролел линию. Что происходило? Давайте обеугодство на этой схеме линию разверну горизонтально. Здесь она вертикально, приучи, для вас. Вот поверхность была, суша, извиняюсь. Вот карат. Вот первая тектоническая подвижка. А здесь, кстати, у нас уже морская короче. Океаническая вот она. Это уже океаническая дочь. Поехали. Первая подвижка. Плету вот так пересосила. Нагломила в этой точке и вот так пересосила. Вот здесь у нас море. Так. В результате возникла... Вот я здесь иду, 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 иду. Подскажу, что я вижу перед собой. Холм. Гор. Возникла первая цепь Крымских гор. А дальше. Через некоторое время. Что происходит с любыми горами? Вот у вас чем отличаются молодые горы от древних горов? Древние горы от... Древние горы из нас меньше, а молодые из нас меньше. Как называются процессы разрушения горы? Выветривание. Выветривание. Значит, шли десятки миллионов лет, и вот это древнее поднятие постепенно выветривалось. Становилось пониже. Вот так разрушалось. Отлично. Но оно еще не сравнено с землей, когда следующий тектонический удар произошел. При втором тектоническом ударе выломало плиту вот так. И тоже подняло вверх вот этот ее конец, который опускался в море. Какую конструкцию получили? Получили две ступеньки. Раз ступенька, два – древняя ступенька. Я иду из степного крыла, вижу перед собой боку. Это какая гряда? Первая или вторая? Первая. Первая – древняя. Прошел в древнюю гряду долина. Что это за долина? А это долина между первой и второй гряду. Вторая гряда моложе первой. Так, опять десятки миллионов лет пошли, и прошел третий удар. Абсолютно такой же. Поднялась третья гряда. А вот здесь море. Вот современный Крым так и устроен. Три гряды. А если сейчас не обрывок, которые находятся на бухе? Вот это? Да, вот это обрывок. Это обрывок, оращенные в сторону моря. А, кстати, ну, если кто-то был в Судаке, рядом с Судаком любимейшее место, одно из самых красивых, смотрим, в течение, на нашей планете. Ну, только с Большим Каньоном, в Штатах могу сравнить. Нет, скала Сокол. Дорога из Судака в Новый Свет, проходит вдоль берега, и гигантский щит на полкилометра вверх уходящий. Скалы Сокол, почти гладкие. Да? Отлично. Почему Сокол-то назвали? Дело в том, что когда с моря смотришь, силуэт действительно немножко похож на Сокола, который пришел вдохнуть. Так? Значит. Так вот, вот он, щит Сокола. Но в районе Судака он совсем гладкий. В районе Ялты, допустим, здесь вот эти горы распались на отдельные зубцы. Так? То есть там никакой ненавидной гладкости не будет, но зато и высота у них у ГУГО. Сокол все полкилометра, а Ялтинские горы почти полтора километра. Там выходишь на табры, под тобой полтора километра пустоты. Ну, Ялтинские переграды, бережные, мне это я там подумал. Хорошо. Ну, если отважные альпинисты, скволазы, поставили задачку штурмовать эту стенку, лезли-лезли, лезли-лезли, ура, залезли-победили. Кого они здесь на вершине могут встретить? Мясо жизни. Асхальтовый каток. Мясо. Совершенно запросто. Дело в том, что все крымские горы с этой стороны крутые, а с этой стороны? Нет. А с этой стороны они по луге, на них на велосипеде можно забежать. Это понятно? Вот если понимать, как крым устроен, то хорошо можно сориентироваться, как, на какой точке можно добраться. Между третьей и второй грядой идет линия долины. Вот эта вот долина, вот это горы второй гряды, вот этот регион будет называться горный крым, вот это южный берег, а вот это степной стороны. Итак, три эти гряды как идут. Они примерно вот так. Вот она, крутая, обрывистая третья. Она не доходит до Керпичского острова. Последние ее отроги кончаются где-то у Феодовича. Максимального размера она где-то вот здесь, в районе елка. Не обучаю впечатления. Вот так вот идет вторая, и вот так вот идет третья. А вторая же там, где-то с ней в порогу находится, ай-петри, да? Вторая. Нет, 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 нет. Нет? Чтобы попасть на вторую гряду, вот смотрите, вот здесь елка на дне ай-петри. Так? Поднялись на ай-петри. Ты реально на какой гряде? На третьей. Верхушка третьей гряды. За счет вы ветри мне ее вот так порезало. И верхушка плоская. Как называются вот эти плоскоборья на третьей гряде? У них название свое есть. Яйлы. Яйлы. Над Ялтой Ялтинская яйла, чуть в сторону Корабей яйла, Бабуган яйла и так далее. Для того, чтобы попасть на вторую гряду, вам надо с яйлой спуститься вот сюда. Тогда вы можете попасть на вторую гряду. Вот это немножечко про конструкцию Крыма в целом. Теперь смотрим. А Казантип что это такое? Смотрите, какой странный такой привесок, который торчит в Азовское море. Так? Вроде бы никакого отношения к этим теологическим вздыманиям не имеет. Казантип это интереснейшее, на самом деле, очень редкое место. Слышали вы когда-нибудь такое, что читали? Корабловый Аполл. Да. Спасибо.